А после исхода я понял, что я должен прийти и вправлять мозги определенным политикам. Коротко и ясно. Грубо, но я говорю, как я думаю. Не то, что я умнее других. Нет, не умнее. Так вот, Маргышуан — это моя деревня, где я родился, где жил 17 лет. Материнская деревня — это Багим-Саров. Более тысячи лет, находясь 15 километров от гор в долине Зарегор Тер-Тер, это за Мирбаширем, как форпост удерживал на пограничном рубеже врагов для подготовки Карабаха к противостоянию. При этом каждые сто лет после тяжелых боев приходилось с остатками семей отступать за реку в промежуточное местоположение, обоснованное с 1905 года моим прадедом во главе, как деревня Маргышуан, а иногда и далее в горы Миршен, где же были недосягаемы для врагов. Через некоторое время, год-два, беле-саровцы снова возвращались в полностью разоренную свою деревню и снова около ста лет несколько поколений жили в осадном положении и постоянно подвергались набеганным врагам. Мотивация такого поведения отдельного карабахского социума в том, что за ними стояла священная земля Карабаха. А мы потерялись. И хочется сказать, люди всего мира, цивилизация мира, вашу мать, как бы взяли Карабах и потеряли? Армения, Россия в том числе и международные эти Адам Шиф и Мирш. Да нам надо сходить на Адам Шифа, на Шваба, на этих. Они нас не интересуют, вы понимаете? Они не интересуют их точки зрения. Нам нужно, чтобы наша земля тысячелетняя была, вернулась. То есть не было в таком составе. Поэтому убедить требует. Я сегодня послушал вас. Прекрасные слова. Очень хорошо. Мы поддерживаем вас. У нас нет проблем. Значит, мы... Я представляю, это вот эта группа деревень. Семь деревень. Ну, если кто-то знает, наверное, это деревень. Они на одном языковом диалекте говорят. Бегим Саровцы, Багуш Ивановцы. Это около... Вышли оттуда 4,5-5 тысяч домов. А сейчас около 10 тысяч семей. По всему постсоветскому пространству. Все они, я не скажу, возмышленные. Они разъяленные. Молодежь, еле-еле старичные. Мы их как-то удерживаем от необдуманных шагов. Они даже в последнее время сказали. А что, не могли нам сказать? Мы бы, молодежь, выдвинулись бы и заблокировали все руководство Азербайджана. Через свои знакомые связи. Нет проблем. А вы же не даете говорить. Подождите, подождите. Наша политика умная, умная. Все сделают. А где? То есть, я хочу сказать, это я просто говорю, чтобы вы поняли менталитет внутри карабахского сообщества. Это я говорю не только, я только свои деревни я знаю. Но другие деревни, вы все читали. 8 человек перебили врагов, 150 человек. Все пали под деревней. И не все из этой деревни, но это землю всю эту надо защищать. Они знают свою деревню, отель. Там другие из других деревень тоже защищают. То есть, это менталитет мышления карабахцев. А в Армении не все знают. А в России тем более. А в политике управленцы, как можно российской политике сегодняшней политиканам, главе... Глава, вот такой мужик. Есть там две ветви. Это мы все знаем. Читаем тоже иногда кое-что. Есть патриотическая, есть пятая колонна. В этот тяжелый момент пятая колонна победила. И исход определился для карабахцев. А ведь надо вернуться. То есть, истинная Российская империя должна вернуть свое мышление. Не разговаривать с одиночкой о райком или с одиночкой власти в Армении. Народом надо говорить. И выражать точку зрения народа. То есть, как там на политическом языке говорят, почему российские вот эти власти не работали со всеми слоями оппозиции другой тренинг. Ну так это выражается интеллигентно. А я просто говорю, надо с народом. Как это? Да, карабахцы самые-самые пророссийски настроенные. Ну, а у Карабаха кто-нибудь спросил, кто был, пишут. А рай, там президент Карабаха, сделал так, а мы сделали так. Значит, президент или там, кто там, глава Армении, сказал так, а мы сказали так. Вы что, уважаемая российская власть, я в российской власти говорю, вы решаете так, как империя ваша подсказывает. А теперь об империи. Двух словах. В 1643 году, когда тоже предатели открыли двери Константинополя и сдали Османской империи по договоренности, и разрушили все. Разделились на две части. Западная и Восточная Армения. Карабах остался под протекторатом Персии. Но не позволил ни одному Персу налогоплазить, собирать и договорить войти в Карабах или управлять Карабахом. Сдавали весь налог, все положено, но туда никто не смог заходить. Управляли сами медики. Я один из последователей берега-бегалянов. Я знаю это оттуда. Все это легенды или как там. Так вот. И посмотрели за эти пять веков наверх по сторонам. И поднялись в православную Русь. Россию. И с Россией уже внедрились около 800 тысяч карабахцев в втором, третьем, пятом поколении на территории построссийской империи. А теперь каждый придурок политик говорит, давайте заключим контракт или там соглашение с Арменией. И вместе в Карабахе даже вообще не считают. Сдали его как эта вещь. Мы с Востоком, потом не с Югом, потом в какой Восток? У нас есть в Северной уже империя, где мы живем. Мы живем. Не надо говорить, ты русский ты этот. Да нет. Мы живем в этой империи. Почему Армения жила в Римской империи тысячи лет? Жила в Бизотистской империи тысячи лет. Извините, я громко говорю, я просто плохо слышу, поэтому вот так. Да. В Бизотистской империи половина династии была армянской. Не они глупые люди, где армяне тогда, а мы умные. Пойдем с Арабским эмиратом подписывать. Кому я это подписываю? Где с кем подписывать? Вот чего? Есть новая империя 500 лет назад, или как-то вот так. Есть Российская империя. Мы находимся, любая система математики, спросите у физики, у кого хотите спросить. Существует большая система, есть малая система вокруг. Малые системы без больших не могут существовать. Большая система без малых систем не может существовать. Ну спросите у любого математика. И это называется, вот это население планеты империей называется. Как хотите называть. Сейчас в Российской империи мы находимся внутри этой Российской империи. Чего вы муру гоните? Мы в другую империю ходим. Американскую хотите? Пожалуйста. Если бы Американская империя была рядом с нами, мы бы входили в Американскую империю. Но находится рядом Российская империя. И нечего выпендриваться, нечего говорить. Я так хочу, а я так хочу. Уважаемые коллеги. Поэтому надо мысли Армении, политические, не знаю, как хотите, направить, чтобы мы находимся в империи Российской империи. У империи есть свои минусы, есть свои плюсы, есть свои жестокие вещи. Один из жестоких наш род принял. Когда вошли в Российскую империю в 1812 году империю, они выничтожили весь все миликство Карабахское. А каждому второму грузину дали титул князя. Это было, это история была. Поэтому не надо на это смотреть, а надо думать, что мы находимся в большой системе. Называется она Российская империя. Будем, давайте, в этом направлении работать. И все ваши потоки, ваши, как говорится, мысли, они правильные. Мы поддержим. Я один из представителей, просто представитель Карабахского одного типа. Мы согласны, солидары. И еще не забывайте вернуть Карабахскую землю Карабахцам. Потому что если Карабах не вернется, это начало конца Армении. Однозначно вы знаете. Я в одном месте сказал, если Россия не будет содействовать возврату Карабаха на свою землю, это начало конца Российской империи. Это однозначно. Он возмутился, дипломат высокого, очень высокого ранга. Но потом, 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 видимо уже так оно и есть. Благодарю за внимание. Сумбурно. Ну, как я. Я первое выступление у меня на общественных. Спасибо. Спасибо.